Дни корейского кино в городе над Бугом проходят уже не в первый раз. По словам организаторов, жители областного центра, кинематографы этой восточной страны проявляют интерес. В этот раз в программе четыре киноленты. Все разных жанров предварял основную часть, короткий ролик о Корее сегодня. В рамках дней корейского кино мы покажем фильмы совершенно разных жанров. Будут и приключения, и мелодрамы. В первой ленте, к примеру, которая называется «Магазинчик Чан Су», речь пойдет о любви, чистой и в чем-то даже наивной. Рассказывать об этом подробнее не буду, но кино стоит увидеть. В ходе торжественной церемонии открытия дней заместитель председателя Брестского горысполкома Сергей Жуков отметил, что подобные инициативы позволяют сделать наши страны ближе. У нас, прежде всего, молодое поколение, оно интересуется не только внутренней жизнью нашей страны, не только дорожит всем тем, что мы имеем, но и уважает все то, что его окружает. Безусловно, Корея для нас это страна экзотическая, но в то же время о ней у нас в Республике Беларусь знают достаточно много. И сегодняшнее мероприятие еще раз дает нам возможность прикоснуться к культуре Республики Корея, еще раз узнать о ней достаточно много интересного. Стоит отметить, в Беларуси Брест, в частности, с Кореей объединяет не только культура. Налаженные торгово-экономические связи и разговор о том, как их укрепить и развить, шел на встречи членов корейской делегации с руководством города Надбугом. Сегодня товарооборот Брест-Корея составляет порядка 2,5 миллионов долларов США. Если сравнить с прошлым годом, то мы нарастили объем уже в полтора раза. Основные позиции по экспорту, которые мы отправляем, это в основном нашего общества с ограниченной ответственностью «Стим», это лак, красочная продукция, а также это машины и механические устройства. По импорту приобретаются шины, а также покрышки пневматические резиновые, которые не производятся в Республике Беларусь. Большой потенциал для двусторонних отношений есть в сфере туризма. Брещане наверняка заинтересуются далекой восточной страной, ее культурой, историей и природой. Жителям Южной Кореи окажется по душе отдых на Брещене, уверены представители корейской делегации. Брест – город с богатой историей. Именно здесь фашистская армия получила первый серьезный отпор. Также у вас есть прекрасная Беловежская пуща, которая, по сути, является производителем свежего воздуха для этой части европейского региона. Большое значение для двух стран имеет развитие шелкового пути. Брест – город-мост между Востоком и Западом может и должен стать крупным логистическим центром. При рассмотрении нашей страны в качестве бизнес-партнера корейцы обязательно будут учитывать этот факт.